...процентах городских населенных пунктов, имеющих статус города, с вторичной переработкой готовых отходов. На сегодняшний день мы имеем то, что такой завод существует, но то, что получу образование и буду располагать достаточными средствами для того, чтобы основать это дело, заняться этим серьезно. После того, как был этот проект осуществлен, мне поступило несколько, конкретно два предложения из Англии. Это две крупнейшие компании, которые держат монополию на переработку отходов в Агрию. То есть они предложили инвестировать деньги уже сейчас, но и на хороших условиях. На втором, что наше государство обеспечит налоговой льготой первоначальной, учитывая реалии экономические и политические, в это все дело с топором льется. Вот, это, которое применяется сегодня, это, извините, уже прошлый век. Как ясно, с целью нанесения меньшего ущерба в окружающей среде, следует внедрять уже более новое, более перспективное метод. Существует новая гипотеза, за которую сейчас взялись очень усердно конкретно на Сачусетском технологическом институте, в одном из университетов Канады, в Европе не знаю, но точно знаю, что заинтересовались этим именно эти два университета, с целью создания новых источников, которые бы по себестоимости, ну, как бы по отношению к производству этой лампы, это, наверное, кварцевая, ну, там себестоимость была в сотни раз ниже. Могу сказать одно слово, все остальное тайно. Это оксимер. Специалисты, которые с этим работают, они поймут, все остальное, ну, это уже техника пошла. Мы получили первые лодки из Канады. 17-го числа мы с Канадой представители одного из частных фонда в Канаде, которые заинтересовались, и если они приговорят проект успешно, то будет запрещен договор. Отлично. Да. Вы были руководителем проекта своего? Да. И авторские права, и авторское сопровождение вы будете осуществлять? Безусловно. Это вот сейчас то, на чем мы работаем, так как, как бы, до этого мы все осуществляли в рамках экологического центра, то есть прикрывались. То есть реально мы, ну, честно говоря, мы не платили никаких налогов. Ну, понятно, это ясно. Сейчас идет процедура согласования и организации, и регистрации государственной общественного объединения. Проэкологического, но она будет более широкий спектр интересов имеется. Как бы, уже там можно быть более профессионально и более обоснованно заниматься целью и чумоговодом. Скажите, у вас, вы свое ноу-хау держите у себя, да? То есть практически не афиширует? Какое именно? Вот по последнему вашему проекту. В данный момент, как бы, есть теория. Теория эта практически начала проверяться только, когда я учился буквально последний триместр в университете. То есть мне там позволяли условия проверить ее реально. Вот. Сейчас каникулы. То есть практически, то есть это нужно, как бы, иметь готовый образец какой-то, чтобы претендовать на патентование и так далее. Для того, чтобы патентовать, не надо иметь. Идея патентуя сегодня пройдет. Хватки организовать производство. Думайте, следующий продали эту идею, ищите на уголке. Отдайте, быть или нет. Предприятие в Сологорске селезно-картонный комбинат. В процессе производства там образуется определенный вид отхода. И вот предприятие эксплуатировать на своей территории, за это платят штрафы, инспекции по экологии. И как бы, время от времени издает голос о том, что вот что нам делать. Обязаться с конкретным предприятием, предложить ему какие-то свои идеи и так далее. Были отобраны три жизнеспособные идеи. Стоимость первой – миллион долларов, стоимость второй – тысяча долларов, стоимость третьей – ноль. То есть у предприятия имеется необходимое оборудование, простаивающее, необходимые площади для переработки этих отходов, для получения еще какого-то, для перевода их в полезное качество. Именно в этом направлении подлежит лицензированию. Когда предприятие было поставлено перед фактом, что он получит лицензию, за это нужно уже вложить конкретные деньги, заплатить. Тут они сказали, нет, сто долларов – это много. Я так инообразно говорю. А сейчас предприятие поменялось, как бы менеджментом полностью сменился, смена кланов произошла, и там уже все благополучно забыли. Все, что старое – это плохое. Вот это так. Они жизнеспособны сегодня в наших условиях. И на этом конец, да? То есть практически ни одна служба, ни одно коммунальное хозяйство наше не взялось его, как говорится, дальше. А коммунальному хозяйству тут вообще, мне кажется, смешно упоминать, но работают все выпадки. И любое его лишнее телодвижение – это ему только минус дополнительный. Только сегодня, но и завтра. Это по части динтилизации отходов, насколько я понял, да? Ну, чтобы не сложилось у присутствующих коллег, можно так сказать, в области охраны окружающей среды, в области экологии, что же делается на территории области, я должен сказать, что, конечно, трудомновозатратные в финансовом плане эти мероприятия, но тем не менее. Маленькая информация. Ежегодно в промышленном комплексе у нас сегодня в коммунальном хозяйстве области образуется около полтора миллиона отходов в тонн. Из них перерабатывается, используется лишь 20%. То есть вторичное сырье является чего-то для производства каких-то другой продукции. Остальные охранятся на территории предприятий и вывозятся на полигоны. Только в отвалах Гоббинского химзавода, мы эту информацию знаем, складировано свыше 16 миллионов тонн послогипса. Вы понимаете, да? Вот вы сказали по поводу Ленина и химзавода. Вот образцы той продукции, которую сделали из двух паразитов. То есть кому это будет интересно, вот, пожалуйста. Не требует никаких дополнительных вложений по производству. Технология. Проверяем качество, патентуем. И получаем Нобелевскую премию. Так, все. Пробовать будем после того. Это не для дегустации. Хорошо, к теме, что отходы к послогипса не таким же безопасны. Я не хочу здесь больше вам говорить. Да, да. Компоненту представляют для них области военный интерес. Все. В теме. Слово предоставляется ученому секретарю инженерной академии Ивашенке Ине Павловне. Пожалуйста, Ина Павловне. О том, как нам трудно живется, какое у нас плохое здоровье, как нам трудно в это время, когда все наши силы направлены на то, чтобы как можно больше и больше думать, как можно больше сделать. То есть, организм каждого человека испытывает сейчас громадные перекрузки, как в физическом, так и в психологическом плане. Наверняка мы знаем, что для того, чтобы человек расслабился, для того, чтобы он стал здоровым, необходимы какие-то методики. Но часто мы прибегаем к кофе, к алкоголю, к наркотикам, и прочим. То есть, в настоящее время имеются различные методики для того, чтобы человек мог расслабиться и сохранить свое здоровье. Об этом очень хорошо знают на Востоке, где имеются различные восточные единоборства, которые помогают достигать спортсменам тех результатов, которые, простите, нам и не снились. И вот появилось не так давно, в прошлом веке, в 70-м году прошлого века, небольшая, очень скромная, простая, тихая методика, которая была насквена, сахаджи, йога. И вот положительные изменения в человеческом организме, которые эта методика занятий позволяет добиться, уже говорят о том, доказательно утверждают, что каждый из нас действительно обладает внутри себя механизмом корректировки образа жизнедеятельности и защиты от разрушительных тенденций. Сахаджи йога рассматривает человека как информационно-энергетическую систему, в которой взаимодействуют каналы, энергетические центры. И мы с вами знаем, здесь медиков, если не осталось, они меня извинят, если я что-то так спутаю. Есть у нас симпатическая правая и левая системы, есть парасимпатическая система, и вот на тонком плане, так как человек является какой-то полевой структурой, существуют необходимые элементы, потоки. И очень интересно, что современные физики сейчас активно занимаются именно этими полевыми структурами, которые физики получили название торсионных полей. То есть каждый вращающийся, каждый вращающийся элемент вырабатывает определенные торсионные поля. Мы смотрели и показали, что же такое есть мир выше реальности, который, простите, главнее нас намного, которого в какой-то религиозности или божественности очень трудно заподозрить. Когда он посмотрел, как же приходят открытия к ученым, он пришел к выводу, что логически к ним прийти нельзя. Это приходится откуда-то сверху, из какого-то космического компьютера из абсолюта. То есть где-то есть все записанное. Таким образом, современная физика доказала существование физическом ваку Вселенной особого состояния материи в виде торсионных полей. И скобки видят, что имеется какая-то определенная среда во Вселенной, где есть масса энергии, которую нам с вами только надо взять. И вот в бывшем Советском Союзе более 120 организаций занимались именно работой в этой области. И надо, к сожалению, отметить, что все, кто занимался этими работами с военной точки зрения, все, к сожалению или к счастью нашему, ушли в мирную. То есть уже вот этот абсолютный вакуум смотрит за нами, наблюдает, выбирает тех, которые пытаются принести при человечестве. Тем, кто нас создал. И, естественно, они жили значительно дольше. Сахаджи-йога практикуется в 86 странах мира. Более чем в 100 городах России имеются центры сахаджи-йогов, на Украине в 78. И проводились исследования, как же сахаджи-йога повлияла на здоровье людей. Вот я могу привести очень маленький опыт из Днепропетровского. И обследовали 100 сахаджи-йогов. До прихода в сахаджи-йогу 72% обращались к врачам. А теперь только 14, и один раз в год обращаются к врачам, а 6% в 2 раза в год обращаются к врачам. Нефрита, 8 из 9 астинокардии. Даже были случаи извлечения от болезни Паркинсона и рака. То есть секрет врачевания сахаджи-йоги очень прост. Когда всепроникающая энергия, из которой мы все с вами созданы, этот абсолютный вакуум, абсолютное ничто работает с вами, то эти энергии творят вот эти чудеса знаний. Вы знаете, что есть такие великие люди, ну, например, Моцарк, Лев Николаевич Толстой, Горький, то есть вот все гении, они гениями были, потому что они имели связь с тем, кто нас создал, потому что она была совершенно непригодна для того, чтобы ее использовать. Через 3 года в этой реке водится Сарын, и вода в ней значительно лучше, чем вода в нашем водоковом. Йоги города Киева проделали такие опыты. У меня здесь есть масса материалов, в которых очень хорошо показано, прямо документально, насколько активно мы можем этот процесс использовать. То есть взяли воду из трех источников, подвергли ее вибрациям, методам Сахаджи йоги, и изменились ее показатели от 10 до 70 процентов. И поразительно, что наиболее сильное воздействие было оказано на лимитированные характеристики модной. То есть есть возможность воздействовать на воду и возможно получить прекрасные результаты. Вопросы к создателю, тот абсолютный банк, кто нас облаговолит. Может, сейчас попробуем? Не, не, завтра у нас дорожка и динарка. Где минуты? На физическом плане это чувствуется элементарно. А сколько у нас годы и человек занимается такой в этом? В нашем городе порядка реализованных людей, только те, которые пробудили себе эту энергию, это порядка 150. А занимается активно где-то 30 человек. То есть вы попробовали, у вас... У меня есть предложение, знаете, очень хорошее. У нас есть очистительные эти самые 30 человек по часу в день. А зачем 30 человек? И приходят и тратят эти слова. Зачем 30 человек? БМЗ получит кучу денег и заплатит тысячу долларов. Потусторонний мир и все такое, что мы глупее тех, кто занимается этими делами отстали и, так сказать, безвозвратно. Понимаете? Но я хотел бы просто сказать, что, конечно, трудно много лет работая в этой системе, занимаясь этими вопросами, читая много всего, чего здесь еще и не сказано. Вот, в том числе и такие вещи. Конечно, если бы было так легко и просто, то, конечно, мы бы сегодня пили все воду прекрасно, прекрасно в качестве. Это не все так просто. Наверное, надо сказать тоже и вам. берем на природу, пожалуйста, опытных этих людей наберем 30 человек. Что уже Анатолий Леонидович давно Семенцов хочет у нас сегодня выступить. очень хорошо. И все равно дать вам ночь, поэтому... Хорошо. Поднимите, пожалуйста, руки, кто едет завтра и после завтра в Светлогорск. Все едут. Все едут. И вы, рад ли вас руках. Я, 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 видеть не все. Значит, жалко, конечно, что те, кто не едет, мы там не встретимся, мы будем заниматься разными, вот говорят, раз, раз, раз. Вот этим будем заниматься. Различными способами совершенствования человека. Человека можно совершенствовать или изменять его работу по четырем каналам. Физически, физиологически, психически, духовно. Правильно, да? А экологические вопросы, интересно здесь, как же лежат? В таком плане, вот вы все говорили, промышленность, очистные сооружения, там прочее, а для чего это надо? Для того, чтобы человек жил, ну, счастливым, да, там, здоровым, счастливым и прочее. А давайте посмотрим вторую сторону человека. Чувствуете, мы с человеком ничего не делали. Все вот там вокруг, вокруг, вокруг. А если мы начнем улучшать качество и способности человека, то есть, чтобы он мог противостоять инфекциям, болезням различным, нагрузкам, то-то, то-то, то-то. Понимаете? Человек очень сильно загружен какими-то своими работами, ну, обеспечением себя для того, чтобы жить, есть существа. Тело. А для этого необходимо сделать так, чтобы он в единицу времени мог, ну, произвести или больше продукции, или больше там придумать и прочее. То есть, повысить его интенсивность работы. Рассказываю методику, немножко тренируемся, и вы практически все 20 слов с первого прощения запоминаете. Вперед, назад, разбив и прочее. как я говорю, установится абсолютная память. Аналогично есть информация, как мыслить на физике, на литературе, на химии, там я потом лекцию такую прочитаю. То есть, развитие способности человека, скорее, с моей точки зрения, это более важный фактор, чем вот экология. Экология хорошо, но если человек не может додуматься, молодой человек, Максим, додумался, предложил какую-то идею, прочее, 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 а сталкивается с чем? Кто не может ее внедрить тут у себя, пытается где-то за границей, еще где-то как-то внедрить, а будущая квалификация, он хороший генератор, идеи, то-то-то. Значит, должны быть люди, которые могут это внедрить. Как создать свой имидж, как развить свои способности, как прийти и убедить человека или людей в своей идее. Все это вот существует в таком общем понимании, как интеллект человека. Две минуты. Еще две минуты, да? Вот, а только молоком. Изменится работа вашего организма? Мы пока не говорим в лучшую, в худшую сторону. Изменится. Психический момент. Ну, скажем так, есть такой, ну, когда вы были молодыми, и даже, может, сейчас, идете навстречу к своим любимым или любимому, вы одели там красиво платье, прическу сделали, одежду там, цветы, идете, радуетесь, птички поют, люди все-таки красивые, смотрят на вас радостно, да? Вы подходите к остановке, видите, ваш любимый садится, значит, в такси и там с другим человеком, там, с девушкой уезжает, машет рукой, прошла любовь и все остальное. Вы повернулись, идете по улице, каркают вороны, воняет квашеная капуста, там машина перекла грязь облила, девки семки лузгают, там, у бабки. То есть мир остался то же самое, изменилось ваше восприятие окружающего мира, вот эти фильтры, через которые воспринимаем. Так вот, как настроить фильтры, фильтры на счастье, на здоровье, на прочее, прочее. Утречку вот так встали, подошли, для женщин, подошли к зеркалу, волосы поправили, сказали, отошла такой красавица уродиться. Видите, вы все улыбнулись, да? И представляете, так каждый день вы делаете. Пришли на работу, тут какой-то конфликт, прочее, от них всех подошли, дошла такой красавица и отошли сразу. Сделал с утра, И у них день весь пошел вот таким кувырком. А иногда вы идете на работу, там, песня внутри звучит, пришли, дела получились, все хорошо, все отлично, но все же, опять же плохо. А почему бы это не провоцировать, не создавать постоянную себя? Хотите? Семья, жена, муж, дети, прочее, прочее, они плохие, а я белый, пушистый, просто сейчас немножко приболел. Мусор так, как вот выбрасывают те же окурки, там, ну я про куривание говорю, сами пищу не прячут, мне это скажем, непонятно, но для других, которые тут курят, мы знаем, вот, и прочее, прочее, прочее. Начните себя, станьте сами умные, сами станьте здоровы, чтобы личным примером можно было показывать и говорить. Я думаю, мы очень много будем разговаривать, сначала теоретически, потом практически. У нас еще много записавшись, но я думаю, что завтра, когда уже действительно пойдет это все на практике, когда мы уже действительно все... Я думаю, что уже настаивать еще время есть, еще два дня, тем более Тамара Васильевна сказала, что что-то еще вкусное будет нас подкормить. А, да, нам еще минчане приготовили, вот, десерт, поэтому надо его попробовать, чтобы сохранить свои силы на завтра. Поэтому давайте мы на этом и закроем наше пленарное заседание. Словно даст всем право оценить преимущество и качество той пищи, которую мы употребляем и которую нам предлагают наши западные инвесторы. Точнее, американские. То есть компания является официальным представителем на нашем рынке тем, что засектифицировала свою продукцию и тем, что имеет официального дилера. то есть они работают в системе, так сказать, государственного контроля. То есть никаких претензий, я надеюсь, у тех органов, которые здесь присутствуют, продукции и компании к ее распространению мы не возьмем. Пожалуйста, надежно, пожалуйста. Мить что-нибудь такое, термалина, это название нашего очень такого дефицитного решайника, который является лечебным. Ну и сами понимаете, что с 95-го года мы работаем с людьми, мы занимаемся лечебным массажем, мануальной терапией, психотерапией. И понимаете, что мы как бы на переднем фланге находимся, мы самые первые, к нам обращаются со всеми проблемами, с предложениями. Мы должны выбрать из этого большого количества, что на наш рынок после Советского Союза вышло. Конкретно именно подчиняющие этому человеку. И вот Санрайдер выполняет как раз все эти три основных качества. Ну а в том, что какое будет какой, как можно еще проверить, действительно, хорошо ли он действует, мы сейчас делаем это все. Но сейчас надо подходить, и мы с вами будем говорить. Не отвлекая внимания, потому что народ думает, что у нас есть в каком, три года назад. То есть по этому проекту компания сегодня инвестирует на наш рынок порядка трех миллионов долларов для того, чтобы поддержать наших отечественных товаропроизводителей, использующих их продукции в качестве концентрата. То есть это тема для размышления представителями пищевой промышленности перерабатывающих